Один из главных городских объектов, где применена концепция комплексного благоустройства, городская эспланада перед зданием законодательного собрания. Сейчас здесь активно идет работа по строительству нового светомузыкального фонтана. Рабочие проводят бетонные работы по строительству стен, чаши фонтана, гидроизоляции, монтажу тумб для насосного оборудования. Согласно проекту, помимо фонтана на эспланаде будет зона отдыха, кафе, проведены озеленительные работы. При этом главное, по мнению депутатов, это контролировать не только сроки, но и расходование средств. Депутатский корпус вместе с контрольно-счетной палатой совместно, безусловно, и далее будет очень внимательно отслеживать расходование бюджетных средств и будем контролировать проведение работ в режиме онлайн. Помимо эспланады, концепция комплексного благоустройства будет применена к ряду городских объектов отдыха пермяков. Это касается сквера на улице Советской армии, парка Балатова, Комсомольского проспекта, а также улицы Петропавловской от Крисанова до Компроса. Здесь, по мнению пермяков, есть над чем работать. Я бы добавила цветов каких-нибудь, чтобы она более яркая, красочная была. Я полностью согласна. Ну, может быть, еще что-то, какие-нибудь скульптуры или хотя бы какой-то ландшафтный дизайн. Темно, побольше фонарей, возможно. Было бы неплохо ее еще узеленить. Комплексный подход по благоустройству применяется и в отношении важных транспортных развязок города. Например, южный въезд в город, где происходит реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Трансибирской магистралью. Запланированные мероприятия по комплексному благоустройству являются частью программы по подготовке к 300-летию Перми в 2023 году. Мы планируем эти работы выполнять в взаимодействии с краевым правительством до юбилея города. И на сегодняшний момент времени еще порядка 15-20 площадок, так скажем, районного и микрорайонного уровня, будет выбираться тоже для проведения комплексного благоустройства. Кстати, жители Пермии могут также повлиять на изменения городского пространства. Так, на сайте «Управляем вместе» открыто голосование за варианты оформления городской эспланады. Проголосовать за понравившиеся варианты можно до конца июня этого года. Спасибо. Спасибо. Спасибо.